Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Кровавая драма. Неизвестные жестоко избили начальника отдела полиции Отрадного и его супругу. Жена полицейского скончалась. Для поддержания мира и порядка 105 самарских полицейских уехали в Чечню. Ренессанс самарских фонтанов. Молодые архитекторы соревнуются в креативе. Расследованием нападения на начальника полиции Отрадного займутся московские следователи. Главный вопрос, на который им предстоит ответить, кто и за что так жестоко избил Дмитрия Вашуркина и его супругу. Кровавая драма разыгралась в ночь на воскресенье в поселке Смышляевка. Неизвестные в масках напали на полицейского и его жену в их доме. Сейчас Дмитрий Вашуркин находится в одной из самарских больниц в тяжелом состоянии и его супруга скончалась. Это уже второй случай нападения на семью полицейского в этом году. Еще не отгремела история с убийством замначальника штаба областного ГУВД Андрея Гошта и его родных в апреле. Теперь новое потрясение. На месте последней трагедии побывал Сергей Ромашов. Прямо сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Территорию оцепили и посторонних не пускают к дому, где произошло зверское нападение на семью Вашуркина. По предварительным данным, нападавших было трое. Они уже находились в доме полицейского, когда Дмитрий и Екатерина Вашуркина вернулись домой и напали на них. Жена полицейского скончалась на месте отрубленной раны головы. Муж от ударов потерял сознание, но утром пришел в себя и сам вызвал полицию. На месте происшествия находится начальник главного управления МВД России по Самарской области и следственно-оперативная группа. По указанию министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева для оказания практической помощи в раскрытии преступления в Самарскую область командированы сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России. В настоящее время для установления и задержания злоумышленников предпринимаются все необходимые меры. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Местные жители потрясены. Подобных преступлений Смышляевка еще не знала. Самая тихая у нас местность. Поэтому я все уже выросла здесь. Дети мои здесь выросли. Никогда такого не было. Расследование этого громкого уголовного дела взял на себя Следственный комитет России. В настоящее время следователи продолжают собирать улики и опрашивать население. Пока версий много. От случайного грабежа до покушения на Вашуркина. Сергей Ромашов, Василий Калдашов. События. И еще одна трагедия случилась на выходных. Из жизни ушел руководитель Департамента физической культуры и спорта администрации Самары Виктор Ольховский. Ему было всего 45 лет. Департамент он возглавил в июне 2014 года. Проститься с Виктором Вениаминовичем пришли коллеги и друзья. Проститься с Виктором Ольховским пришли его близкие друзья и коллеги. Его смерть стала для всех неожиданностью и большим ударом. Виктор Вениаминович вел здоровый образ жизни и активно занимался спортом. Смерть наступила от оторвавшегося тромба ночью 10 декабря. Виктору Ольховскому было всего 45 лет. Корот понес невосполнимую потерю, перестал бить в сердце замечательного человека. Какой бы пост, какую должность Виктор не занимал, его всегда отличали. Такие качества, как дружелюбие, уважительное отношение к людям, обязательность, забота о людях, внимание к тем людям, с кем сводила его судьба. Нам очень тяжело расставаться с ним, и мы будем вечно помнить его. Это добрейший души человек. Это человек, который всегда переживал за то, что ему поручили, за те моменты жизни, которые мы прошли, я могу сказать, только хорошие. Виктор – это колоссальная потеря для всех, в первую очередь для всего самарского спорта. Он готовил наш город к чемпионату мира по футболу. Он строил планы, и этим планом обязательно нужно сбыться. Я очень хочу, чтобы светлая память о Викторе Вениаминовиче жила в нашем городе еще много-много лет. Виктор Ольховский возглавлял Самарскую областную федерацию лыжных гонок. С 2014 года руководил департаментом физической культуры и спорта администрации Самары. Сотрудники департамента отзываются о Викторе Вениаминовиче как о справедливом, лояльном руководителе. Друзья запомнили его жизнерадостным, внимательным и отзывчивым человеком. Очень много Виктор Ольховский сделал для развития спорта в Самаре и для подготовки родного города к чемпионату мира по футболу. Было еще много планов, которые он не успел реализовать. Теперь его дело продолжат коллеги. Похоронен Виктор Ольховский на городском кладбище. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События. Охрана правопорядка и противодействие террористическим угрозам на Северном Кавказе – такие задачи поставлены перед самарскими полицейскими. Более сотни бойцов отправились в командировку в Чеченскую республику. На платформе их провожали друзья-родственники и наша съемочная группа. Обними, дядя Борк. Это сынок мой младший. Племянник моего брата. В командировку на Северный Кавказ Владимир Сверчков отправляется впервые. Старший брат, более опытный полицейский, провожать пришел с сыном. От него Владимир узнал все, что ожидает его на службе за полторы тысячи километров от Самары. Будем помогать, оказывать содействие. Ну, полгода. Ну, это как армия. В первом вагоне пошли. Ничего страшного. Съездим. В составе сводного отряда сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой, дорожно-патрульной службы. Охрана общественного порядка и противодействие террористической угрозе. Сводный отряд Самарской полиции отправляется в очередную командировку в Чечню. В ближайшие полгода эти 105 бойцов проведут на службе в Веденском районе. Были сборы недолгие. Провожать бойцов пришли друзья и родные. Многие из родственников узнали о командировке в день отъезда. Супруга и сестра Альбека Сатвалдыева говорят, что в своем бойце уверены на все сто. Но все шесть месяцев разлуки видеться смогут хоть каждый день в скайпе. Скучать, конечно, буду, но в данный момент мне важно поддержать. Даже опытные бойцы признаются, командировка требует особой подготовки и космического здоровья. Перед тем, как отправиться на Северный Кавказ, все они прошли обучение и строгий отбор. С июля месяца этого года у нас было две командировки в Нижегородскую академию МВД. Сотрудники проходили жесточайший отбор. Каждый сотрудник получил свидетельство на право участвовать в контр-стуристической операции на территории Северного Кавказского региона. Все сотрудники прошли медицинскую комиссию, психологическое обследование. То есть я считаю, что отряд для выполнения поставленных задач на территории Северного Кавказского региона готов. А через полгода все родные бойцов снова соберутся здесь, чтобы с цветами и шампанским встретить отряд, вернувшийся с задания. Олег Зверев, Станислав Левин. События. Фонтаны возвращаются в Самару. Водные арт-объекты должны стать одним из главных украшений парков и скверов. Минувшим летом в городе работали более 30 архитектурных гидросооружений. Но в планах у властей восстановить еще 20 старых и построить новые. Свой взгляд представили молодые архитекторы творчерской мастерской, ожившие фонтаны Самары. С проектами ознакомился Олег Зверев. Это пока только предложения, но они вполне заслуживают внимания. А наиболее креативные вправе рассчитывать на успех. Молодые архитекторы предлагают, как восстановить городские скверы, которые в советские годы были лицом города, но впоследствии оказались в заброшенном состоянии. И в центре каждой композиции фонтан. Ольга Цанских разработала проект реконструкции площадки на улице Красноармейской возле офицерского дома. Преображенный сквер у офицерского дома должен стать визитной карточкой города и создавать первое впечатление для гостей, поскольку находится как раз на пути от вокзала к историческому центру. И ключевым объектом этой площадки может стать фонтан. Причем архитекторы предлагают сделать не одну форсунку, как было раньше, а целый комплекс гидротехнических сооружений. Туда, где сегодня засуха и ржавые трубы, должна вернуться вода. Причем, согласно проекту, в итоге этот сквер мог бы украсить завершенный архитектурный ансамбль. Мы пытались в проекте оживить этот фонтан, привнесли новые функции в него. То есть, кроме того, что он составляет ансамбль возле дома, добавили сюда еще ленточные два фонтана, длина которых достаточно значительная. Вода в этих ленточных фонтанах имеет небольшой уклон. Эти фонтаны можно будет использовать зимой в виде горки. В Самаре этим летом работали 33 фонтана. Есть восстановленные, но есть и пока заброшенные. К 2018 году многие из них должны заработать вновь. Студент Михаил Мятежин предложил восстановить фонтан на пересечении Чапаевской и Красноармейской. Его проект учитывает еще и памятник красноармейцам, а значит, и в оформлении фонтана патриотическая тема Красного Знамени. Всего творческая мастерская «Ожившие фонтаны Самары» представила шесть эскизов на три гидротехнических сооружения. Мы сейчас рассматриваем именно уже существующие фонтаны. То есть это не какие-то новоделы, это что-то новое. Это именно то, что уже было, но важно сделать так, чтобы оно ожило. Сами архитекторы понимают, что каждый из этих проектов вряд ли будет реализован в этом виде. Но в итоге именно их идеи могут стать основой обновленного вида городских парков и скверов. Олег Зверев, Константин Головин. События. Далее, коротко о других темах дня. ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Самара-Бугу-Руслан. По данным ГИБДД, 46-летний водитель Калины, двигаясь со стороны Самары, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой Калиной. В результате ДТП предполагаемый виновник аварии не пострадал, а пассажиры второй Калины, 12-летний мальчик и 36-летняя женщина от полученных травм скончались на месте. Водитель госпитализирован. Ведется следствие. На Южном шоссе в районе дома 14А на стройке произошло ЧП. Как сообщает в управлении МЧС, во время работы рухнул башенный кран. В результате падения пострадал рабочий, монтажник. О его состоянии пока ничего не известно. Соседние здания не повреждены. Самарская область получит в 2012 году из федерального бюджета 11 миллиардов рублей. Из них почти 8 миллиардов пойдет на ремонт дорог, поддержку сельхозпроизводителей и развитие здравоохранения. Около 228 миллионов рублей направят на покупку лекарств для льготных категорий граждан. Соответствующие поправки депутаты ГУБДУМа внесли в проект бюджета на следующий год. Евгений Корнилов, возглавлявший пост межрайонного природоохранного прокурора, перешел на службу в областную прокуратуру. Он возглавил управление по надзору за исполнением федерального законодательства. В команде нового прокурора региона Константина Букреева Корнилов работает с ноября. В новой должности ему предстоит курировать работу нескольких отделов, входящих в состав возглавляемого им управления. В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Это связано с аномально холодной погодой. В ближайшие 4 дня среднесуточная температура воздуха будет ниже климатических значений на 7 градусов и более. Почти 480 миллионов рублей дополнительно поступили в бюджет Самарской области из федерального центра. Депутаты губернской думы на профильном комитете утвердили статьи расходов, на которые добавят средств. 84 миллиона пойдут на соцвыплаты безработным. Льготникам добавят 56 миллионов рублей на оплату коммунальных услуг и 5 миллионов на обеспечение лекарствами. Увеличены статьи расходов на строительство детского сада в селе Смышляевка и обеспечение временной занятостью работников, которые находятся под риском увольнения в Тольятти. Это же хорошо, когда появляются дополнительные расходы, значит их надо освоить, финансовый год уже завершается. С этим связаны как раз и цели их использования. Хотя, конечно, есть у нас и другие, более капитальные затраты. Ну, на эти цели нельзя направлять, потому что конкурсные процедуры занимают минимум полтора месяца. Поэтому вот на текущее потребление и на оплату завершенных строительственных работ. И это все о нем. Как видит футбол дети, они изобразили в своих рисунках для городского конкурса. Для одних это веселая игра на зеленом поле, для других волнующий момент пенальти на многотысячном стадионе. Конкурс проходил в самарских школах месяц. На суд-жюри представились сотни работ. Лучшие войдут в историю чемпионата мира по футболу. Репортаж Олеси Корецкой. Футбол для Димы Маслова больше, чем футбол. Его младший брат занимается этим видом спорта уже несколько лет. Какая-то вот сила, радость какая-то вот для брата. Его во всей школе нашей почти знают все. Ну, вот так я понимаю футбол. Спортивным успехом брата Дима радуется как своим. Им он и посвятил свой рисунок для конкурса «Футбол глазами детей». Это трибуны. Это футболист, который забил гол. Ну, вот это съемочная площадка, где тут обычно камеры стоят и все снимают. Выставка рисунков открылась в детской художественной школе номер один. Здесь 24 работы победителей городского конкурса. В нем участвовали все самарские школы. Свои работы представили художники от 7 до 14 лет. В жюри – учителя и спортсмены. И вот победители получают награды, дипломы и подарки. Для них танцевальные номера и футбольный фристайл. Лучшие работы сегодня представлены здесь. Сегодня в праздник, Международный день футбола, приурочено открытие выставки победителей конкурса. Наша главная задача – популяризировать футбол не только через спортивные соревнования, но и всеми возможными путями. Самые выразительные рисунки у девочек. Гузялия Шакурова обожает спорт во всех его проявлениях, занимается плаванием. В футболе любят командный дух, от него зависит победа. Это момент, когда есть идон замирания и ждет последний удар, то есть последний тайм, и какая же команда выиграет, то есть последний удар. И от этого последнего удара может вывести судьба команды, то есть станет ли она победителем, чемпионами или нет. Конкурс рисунков – часть большой работы перед грандиозным событием, которое предстоит принять в Самаре в 2018 году. Эти ребята уже прикоснулись к истории мирового футбольного чемпионата. Работы победителей собрали вместе и напечатали вот в таком футбольном календаре на 2017 год. Он будет висеть во всех самарских школах. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Это далеко не вся картина дня, и вот какие материалы готовят наши журналисты к следующим эфирам. Вся Самара в одном символе. Дизайнеры, студенты и просто неравнодушные горожане устроили мозговой штурм, чтобы разработать логотип города. Тайное голосование в облсберкоме. Кому на этот раз достанется кресло председателя? Воздушные ворота под надежной защитой. Самарские зенитчики отмечают юбилей. Это все новости на этот час. Хотите получать свежий номер Самарской газеты? Раньше всех, а к тому же бесплатно, легко скачивайте приложение для iOS и Android и читайте Самарскую газету там, где это удобно вам. Жизнь города всегда ваша мобильна. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин